ладно давайте я вам бесплатно видео поставлю на то у нас нет ни одного видоса для твича вот эту хуйню вы где она эту хуйню вы вряд ли сами закажете нет кац про евгенику не может быть бесплатной потому что за него уже сплотили вот и кац про евгенику это опасно для твича на эту хуйню я посмотрел кто это я не знаю какой-то канал про соционику посидим поугараем сейчас так ну раз уж мы переходим в сторону философии что это хороший вопрос это это есть такой это марго знакомьтесь кто не знает есть такой персонал персонал хотел сказать в нижних интернетах как это говорится обычно как в нижнем астрале практически нижние интернеты есть такой персонаж нам на него задонатили и мы сейчас вам про него расскажем он если вы знаете мотивировали уже ежи сармата так вот он из той тусовки бир маргинал он первый кто популяризировал наверное такой супер интеллектуальный контент да у нас на ю тубе и наверно самый успешный не знаю наверное но по количеству подписчиков да то есть у него на канале почти 100 тысяч подписчиков то есть это это очень странно для такого контента это сократ и оттуда полезли интеллектуальные бомжи ну да кстати есть такое да вот это медисон по моих всех продвинул счетов на медфм на медфм сармат маргинал он года с тринадцатого начал наверное вот то есть он долго шел к успеху это такой очень странный человек вообще в принципе он перри он вообще откуда-то из советского союза из нашего бывшего но переехал в штаты с родителями еще в двухтысячные вот и он с тех пор там собственно и живет он там получился в двух американских заведениях да и теперь помогает другим людям поступать туда да да он консультирует людей по-моему даже бесплатно по поступлению в американские вузы если кому-то это надо латвийский философ ясос биба видимо какие-то те кто в теме ну локально я не знаю маргинал это очень такой специфический человек я поначалу его смотрел вообще ничего не понял даже по вот этому стоп-кадр можно оценить насколько он специфич да но вопрос не в том не в информации которую преподают а вообще что это то есть у него очень странное оформление он в углу экрана сидит вот так вот покачиваясь вот он все время хихикает как гиена он хихикает как гиена он сидит в какой-то непонятной комнате которая похожа на больничную палату то есть там так видно две стены белые абсолютно и какое-то странное окно которое как будто досками забита вот ну в общем этот клаустрофобные какие-то создает ассоциации что да он он конечно уникальный товарищ к нему приходят люди совместные стримы там какие-то дебаты у него проходят он сам с кем-то там стримы тоже дебатирует и он обозревает видео тоже там это сама комментирует но те за клинским он не ходит потому что он живет в штатах я думаю вряд ли там можно достать клинская так просто но уже ходит там за каким-то мы смотрели какой-то стрим где он рассказывал что он не может выйти из дома ему нужно сначала там помыться и что там пиво скоро закроется в общем много проблем неделю не выходил из дома и решил сначала помыться прежде чем пойти за пивом на ближайшую автозаправку то есть насыщенная американская жизнь но мы это об этом еще поговорим когда до физики дойдем да в общем да и у него очень много ему лет то в принципе немного ему еще нету 30 вот но он уже к своим годам успел прочитать наверное ну всю философию какая только существует и у него по каждой есть уже там готовые свое мнение рассуждению он разбирается в философии ну в наследии который дугин причем дугин еще живой он еще пишет это наследие продолжает вот он в этом всем разбирать у него есть видео на эту тему дугин был у него на стриме что мне кажется многом говори у него у него был стрим с дугиным я вообще охренел когда это увидел вот но вот это вот такая пост пост ирония у нас наступила еще недавно про его какие-то дебаты упоминали на россии 24 на нашем канале россия 24 упоминали его какие-то что-то с его канала упоминали короче это успех это успех и это реально да 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 ну то есть он реально это такой феномен и он был вот у светова у светова не так много видео вообще каких-то интервью а светов достаточно популярный такой чувак в ютубах он уже настолько преисполнился он преисполнился это точно ну вот по философии у него достаточно интересно есть видео там по всяким еще забыли сказать что у него муравьи ползают потопы которых он хлопает в перерывах между объяснением хайдеггеровского вот ну в общем смотрите мы когда смотрели этого маргинала мы довольно быстро выяснили что маргинал нон логик соционический то есть тут как бы вообще я не знаю что можно придумать другое это не гамлет это не драйзер не достоевский даже не гекс и и как вы тоже заметили логика у него немножко белая да даже не немножко даже сильно да вот это это самое это белый логик вот ну и поскольку вы разбираетесь в соционике чуть лучше чем все остальные раз вы сегодня с нами как вы думаете это белый логик из квадры вот нам уже подсказывает ашу не из дельты пауки домашние есть хочу противироваться но не люблю тратить много времени на заполнение анкет люблю больше рассказывать чем ссылка удалена по скайпу про типироваться у вас здравствуйте да если это действительно вы то большой вам привет и да но это неважно мы про ваш тип расскажем прямо сейчас просто не переключайте но типироваться по скайпу у нас тоже можно заходить к нам на сайт там все есть у нас на сайте теперь не по скайпу по зуму почему угодно да ну или напишите кому-нибудь из нас мы вам скинем все ссылки нужны да да вот вообще ну он вроде как скептически относится к соционике насколько я знаю мне кажется он ко всему скептически относится но это даже не важно вот мне кажется супер маргинала вот можно было бы стрим провести если бы ему это было интересно вот так но дальше шауе ппшал си нам тут подсказывают ребята мы короче его смотрели смотрели мы пришли к выводу что белая этика у него нет вообще это у него достаточно много черные этики да и черная сенсорика у него базовая то есть если вы хотели посмотреть на то как выглядит жуков него очень видно что сенсорика базовая что вот она максимально максимальной мерности и вообще как тебе такое нормально пам-пам-пам какой у нас это самое чип в соционе самый волевой самый волевой самый волевой самый жестокий самый большой самый бальзак самый больной до дост жучка жуков кукол здравствуйте почему что-то самый роб вот это поворот ну очень опасный человек так это первый момент смотрите это первый момент то есть это базовый то есть там базовая черная сенсорика там творческая белая логика этики там нет вообще и у него нету белой этики ни ценностной не слабой никакой вообще никакой никакой она просто не нужно да по сравнению с маргиналом ежи просто драйзер ну да по сравнению с уровнем их этой самой доброжелательности обаяния это этичности в таком человеческом они социальническом смысле ну хотя знаешь как посмотреть да но у меня есть подозрение что наоборот ежи гриндайзер да правда то есть по-разному можно на это смотреть ну в общем ладно это неоднозначная тема но у меня есть подозрение что наоборот тоже смотря смотря с какого ракурса то есть если сравнивать допустим тех кто тусуется в комментариях у ежи и тех кто тусуется в комментариях у маргинала мне кажется более помойка все-таки у ежи не хотелось бы никого обижать как говорили в одной передаче но увы мне же там просто такой серпентарий ящеры там все до долбоящеры вот ну в общем вот этот наш убер маргинал это ботанский логик вот и у него ну короче очень забавная у него и взгляды и по ценностям он дико странный и по аспектам там ничего кроме жукова не получается ну и в общем то это еще один ботанский логик который вот философии как минимум интересуется свою философию он пока не создал насколько я знаю вот но как минимум у него целая куча соображений по этим всем вопросам пишет у ежи элитарная помойка не сказал бы но это хотя такое дело очень ну короче вот это во первых но мы еще и по психософии готовы да друзья и вспоминаем его кто кто смотрел как он все время ржет да как гиена конечно не все люди с таким типом как у него такие не все не все ну и это самое мы по-моему я по-моему добавил его в этот у нас есть табличка я если не ошибаюсь дождите секундочку мне нужно уточнить вопрос эмоции у него конечно местами похоже на вторую но все-таки 2 у него логика они эмоции потому что то как он объясняет его подход ко всякой разной интеллектуальной деятельности там все-таки веет оттуда логикой процессионной да мы его добавим у нас уже найден 181 181 181 комбинация из трехсот восьмидесяти четырех сочетание соционического и психософского типа и убер маргинал стаж стал нашим очередным открытием в плане нахождения сочетания типов пишут ну блин чё жуковы все отбитые какие-то мы об этом подробнее поговорим в воскресенье на нашем стриме про бетку и расскажем вам что бетка не только жуковы отбитые но вся бетка отбитая вообще должна быть такая квада которая просто анти все понимаете вот анти все и еще это самое она еще неугомонная то есть это не просто то есть не просто они где-то там непонятно где отсиживаются что их не видно но блин дело такое товарищ убер маргинал у нас сегодня получился бы танский стрим у нас это жука гам активация вообще-то сегодня во-первых жука гам во-первых а во-вторых они оба руссо тех про кого мы сегодня рассказывали вот руссо гамлет и руссо жуков вот два эльфика таких вот как вот ой мама жука гам жука гам выглядит жуков когда он эльф вот так давай давай на весь экран жуков с первой эмоции это как это вот так а жука с четвертой воли это как это вот так понимаете вы видите этот зажигательный взгляд а по моему вполне он мог быть артистом большого и малого театра брючная кобра бежит где мой автомобиль молот тора молот тора да он язычник языч не типа все серьезно не типа что пардон это это термос или что это это у него бухло там какой-то стоял или энергетики что он не развивает физику но говорят что он даже спортзал ходит стрим с марго был бы бомбой но мне интересно соционика не интересно поэтому фиг знает я как-то мы сам альгер с ним общается может быть мы как-то договоримся до чего-нибудь вот было бы прикольно мы мы за мы не против это было бы забавно вот так что еще про маргинала а ну что ну эмоция у него высокая она у него это самое только может быть первая либо вторая но поскольку все остальное никуда не встает ни на какие позиции логика у него высокой процессионная проблем у него с логи вообще нету никаких вот физика у него доминирующая низкая и что-то с ней не то есть не все время какие-то проблемы случаются то нужно помыться то магазин закрылся бухло кофе да сама по физике у него есть такая неуверенная но доминирующая позиция еще он говорит что хочет свой сад и чтобы можно было копаться в этом саду там цветочки выращивать да ему сама бы хотелось это самое говорил что если ты умеешь выращивать там помидор то ты уже в принципе понимаешь как устроен мир у тебя адекватное создается представление если ты вырастил помидор то значит и твое знание об окружающем мире она тоже адекватно это такая экстраполяция через был по логике и такой бельная создание некой бельной схемы и экстраполяции и на всякие другие сущности тот как раз таки по был психосекс сальгерда чем можете к нему обратиться он с удовольствием проводит стримы на разные темы вот он вообще это сама что-то как зарядил с недавнего времени он начал по всем каналам ходить к ежи несколько раз пришел мы с ним вот провели тоже стрим потом она этого уросова был с которым я проводил стрим то есть он еще где-то он по успел побывать еще на такой бешеный в этом плане а кстати есть даже видео аль герц был в гостях uber маргинал и рассказывал ему про соционику но поскольку аль герд разделяет наш подход по соционике то он очень много толковых адекватных вещей рассказывал маргинал но маргинал в этом видео он молчал просто то есть ему либо не интересно либо еще что но как минимум дает сказать гостю да да это очень важный момент не все не все стриберы это могут то есть как выглядит жуков руссо вы теперь знаете ну это базовая чс точно мы сами не ходим никому не напрашиваемся если есть у кого-то предложение мы за любой кипиш сходить кому-нибудь в гости поговорить про социоников какие-нибудь другие темы потому что очень важно разнообразие какое-то чтобы было вот как у марго чс проявляется она у него проявляется в семантике да он очень ярко и сенсорики у него очень много прям вообще он очень много озвучивает процентов вообще 80 того что он говорит это может быть сенсорика пропины про помидорчики да ну и вообще у него кстати такие взгляды вполне британские что касается демократии там эгалитаризма равенства в обществе вот этого всего чем в это конечно все не верит анатолий жуков руссо урожденный бар маргане не только жуков руссо но еще и жуков гамлет то есть жука гам ой мама жука гам жука гам да я вас наказал за хуевые вопросы будете задавать хуевые вопросы блять скучная я короче закажу этому каналу анализ сармата блять вот админа и так далее мы все это будем смотреть может быть даже пересматривать вас уже 20 процентов кинотеатров закрылась планирует еще столько же если будет карантин до конца года ну да уже был анализ сармата так привет сармат у кого у них у этих у социоников я только что социоников смотрел очень веселых там очень густой вокабуляр то есть просто сидишь аутируешь такой линия патриархального угнетения а также линия анкапы всем привет с вами центр архетип решили мы осветить соционический и по возможности психосовский тип такого достаточно известного в узких кругах блогера как ежи сармат но он очень широко известно единственное что у меня есть опасения что они скажут какое-то плохое слово потому что предыдущее видео ты осмотрел нет есть хоть круги такие круги очень узкие а известность очень широкая да по поводу соционического типа у нас будет прям полноценная версия по поводу психософии у нас там две версии то есть такая есть небольшая небольшой нюанс есть гипотеза основная в общем то вы сможете это самостоятельно пронаблюдать если вы смотрели данного персонажа или будете смотреть то сможете еще дополнительно в этом убедиться и так ежи сармат есть такой блогер он достаточно известен стал в последнее последнее время потому что у него есть блогер подписывайтесь ставьте лайки увеличилось количество стримов он насколько мне известно бывший преподаватель там вон разбирается в религиях в философии во всяких политических вопросах мы по крайней мере на эту тему чаще всего выпускает видео но собственно политическая политические вопросы это основная тема его видео и я так насколько я поняла его интересов ну да да и ему в основном заказывают видео с этого началось скажем так и мое знакомство в том числе заказывают ему видео для обзора на тему коммунизма марксизма всех известных вот красных блогеров там вестник бури чуть не сказал дури ужасно блогеры красные из разряда классика там гоблин пучков клим жуков ну и прочее прочее их много сейчас развелась да у ежи есть очень важно и очень что самое интересное такое глубокое продуманное мнение по любому вопросу по всем темам в общем это такой известный блогер который очень много делает контента на политическую на философскую тематику ну и на кучу всего смежного потому что его спрашивают обо всем начинает личных взаимоотношений заканчивая аниме вот и даже про социологику у него что-то там спрашивали чтобы его протипировать мы смотрели интервью вот который он предоставлял для разных и красных и не очень красных каналов других потому что это наиболее показательно там беседа идет в непосредственном таком ключе есть много вопросов этот чел кстати написал вроде как книгу про гоблин и его тупичок чего блять чего блять широкого спектра который нас уже осуждает и обсуждает вот а когда дело касается его разборов которые он делает непосредственно уже на своих каналах там ярче заметные некоторые социальнические маркеры в том числе во первых у него россии бы квир за подробных количествах логика и социальническая и черная социальническая и белая социальническая и психософская но все логики присутствуют в большом большом количестве но если бы этих логик у него не было вниз там не стал тем кем он стал вот момент какой социальнической очень важны есть такое понятие в соционике как демократы аристократы этот термин в которой вкладывают разный смысл все кому не лень и пытаются по этому поводу еще и типировать так вот я же сармат яркий представитель социальнических аристократов есть еще такой термин в политологии есть элитаристы есть эголитаристы да опять же важная поправка не все люди будут придерживаться определенных там взглядов ну то есть если мы берем квадры соционические аристократов им не обязательно они не обязательно будут симпатизировать элитаризму то есть это не такая необязательное условие но если человек все-таки элитаризму симпатизирует высока вероятность того что он будет принадлежать к определенному типу все таки ну и для справочки эголитаризм и элитаризм в чем их основное противоречие то есть эголитаристы предполагают что все люди равны и что нужна какая-то горизонтальная структура социума что мнение каждого должно быть услышано и любой дядя вася должен влиять на процессы происходящие в стране а если мы берем элитаристскую позицию которая прямо противоположные она предполагает что любое общество существует только в контексте некой иерархии и каждый человек зависимости от того где он находится в этой иерархии сообразно своему положению собственно и влияет на происходящие вещи и исходя из концепции элитаризма далеко не каждого человека мнение должно что-то вообще значить вот и я же сармат для него идеал это сингапур и меритократия позиция состоит в том что каждый институт должен вырабатывать внутри себя определенные критерии которые позволяют выбирать лучших его представителей которые и принимают собственное решение ну подробнее вы можете об этом уже у него посмотреть видео забейте просто в поиске я же сармат меритараси забейте там это все подробнее изучите вот нас с точки зрения социологии вот интересует именно тот момент что у него очень ярко проявлен социологический аристократизм именно тот самый элитаризм который предполагает некую социальную иерархию и которые абсолютно нормальным считает не равенство людей вот это основное противоречие как раз таки с коммунистами потому что коммунисты исходят изначально из иллюзии равенства всех людей вот и очень забавную миссию он еще выполняет я же сармат попутно вот поскольку у него логика вторая психосовская вот максимально гибкая максимально подробная он очень много вообще сообщает дополнительной информации помимо того чтобы спрашивать ему там задают простой вопрос он случайно может прочитать лекцию например ну там еще сказывается его преподавательская конечно деятельность опыт вот но это тоже довольно забавно в контексте именно второй логики то есть его там спрашивают про философии там ницше шопенгавра вообще в курсе всех основных философских течений у него есть отдельные лекции и по философиям и по философам и по религиозным разным направлениям то есть не там и про буддизм есть и про христианство и про четко нет нету вот в общем достаточно интересный человек если у вас высокая логика или если вам в принципе интересная тематика там философии по екатерина 100 рублей симпатичная девушка до марго кто екатерина спасибо за 100 рублей политики истории и всего этого и религии как она все переплетается вот жесточайше рекомендую да если брать логиков соционических в целом то они у нас есть таких основных бывают двух видов деловые логики и белые логики то есть логика черная экстравертная логика белая интровертная если послушать ежи у него конечно логики проявлены обе но все-таки очень сильно доминирует белая логика потому что как только он начинает рассказывать о каких-то событиях вот что характерно для деловых логиков они рассказывают о каких-то событиях с точки зрения конкретных данных что у нас есть вот такая ситуация такие-то люди такие-то даты в такое-то время произошло вот это вот это вот это вот это и у них практически полностью повествования строится на вот этих объективных данных понятное дело, что у деловых логиков белая логика тоже сильная, она там где-то у них присутствует, но мы берем такие прям яркие проявления. Ежи же все свои объяснения он переводит в область объяснений таких на пальцах, то есть он пытается простроить и показать какие-то неочевидные связи, как изнутри устроена какая-то ситуация, то есть он рассказывает не что происходит, а почему это происходит, по каким причинам это происходит, из-за чего это происходит, как так вот все это в мире функционирует, что события начинают развиваться именно таким образом, то есть это больше характерно. А потом дворник из, блять, Новосибирска сливает его по вопросам марксизма, ну и что же ты, блять, будешь делать? Для белой логики, потому что она такая более абстрактная и показывает более такие неочевидные связи. Ну, исходя из его позиции, исходя из тех функций, которые у него проявлены в интервью и в его видео, вырисовывается логик-сенсорик из центральных квадр, вот, и, собственно, дальше уже, если вдаваться в нюансы, там, белой этики мы у него не находим, логики у него проявлены обе, вот. Этики, кстати, мы у него вообще не находим. Ну, а тут еще, конечно... Вообще нет этики. Да, тут еще, конечно, сказывается тема, потому что в основном большинство его видео он все равно говорит на темы, которые ему интересны, там, в основном, это политика, вот, это в любом случае сказывается, потому что, я не знаю, у него есть видео, я, по крайней мере, их не видела, где он рассказывает, их невозможно все посмотреть все равно. Да, где он рассказывает просто о своей жизни. Я не находил. У него, там, о людях, каких-то таких, вот, знаете, трогательных вещах. Ну, у него есть тревел-блоги, он ходит по Сингапур и показывает. А, ну, вот. Вот такое, может быть, там можно что-то внуживать смотреть. Да, но в целом этики как-то у него вот прям совсем нет. С интуицией тоже не очень, при этом у него очень много звучит сенсорики, причем сенсорики черные. И это особенно забавно проявляется, когда он немножко отходит от тем политики. Ну, или он говорит о политике, и тут начинает приводить какие-то конкретные примеры. Начинает приводить какие-то конкретные примеры для того, чтобы, опять же, ситуацию как-то упростить и показать какие-то закономерности на пальцах. И примеры начинаются из серии, что там кому-нибудь, какому-нибудь правителю всегда можно принести кубок с ядом. И что? Что там? Как у него было? Кантиляпром стукнуть по голове. Ну, да, да. Что толщина черепа правителя, она такая же, как и у любого другого обычного человека. То есть, это оценка ситуации из позиции нашей любимой чёрной сенсорики. Ну, ещё он считает, что Казахстан нужно присоединить к России, потому что Казахстан обладает самым главным национальным достоянием — это казашки. Это тоже он оценивает с точки зрения ресурсов. Да, то есть ресурс вот такой его интересует. Вот он, большой любитель азиатских женщин. Ну, чёрные сенсорики часто большие любители женщин, так на заметку. Часто кто-нибудь напишет в комментариях, что типа, а я вот интуит, я тоже люблю женщин. Не сходится. Ну, у нас вот это правило важное, что не все такие, но если человек там с каким-то качеством, то велика вероятность, что это показатель какого-то типа. Такая хитрая логическая цепочка. Ну, это очень просто, это как кто-то говорил, я не помню, тоже у кого-то было, что большой палец — это палец, но не все пальцы большие. Вот, вот, примерно вот так. Запомните это, пожалуйста. Да, ну и для тех людей, кто вообще не в теме и случайно попал на это видео, этика, вот термин этика мы тут употребляем, это термин соционический, и в нём вкладывается в него совершенно конкретное наполнение, то есть это психическая функция. Да, к чему-то чистому, доброму, светлому, прекрасному это отношение не имеет. Да, точно так же, как и интуиция, она не совсем совпадает с тем, что под интуицией подразумевается всякая непонятная хрень. Вот, в соционике это вполне конкретная функция психическая, которая выполняет свои задачи. Ну, если вам будет интересно, смотрите канал, у нас много чего есть на всякие разные темы. Вот, и ещё самая важная и довольно-таки интересная деталь по поводу Ежа Сармата состоит в том, что он, как я уже говорил, несёт важную социальную миссию. Вот. Взгляды человека политические, вот, у части людей, они очень жёстко, вот, детерминированы, и они в течение жизни не меняются. Вот. Но есть какая-то часть людей, которые могут в какое-то время, какой-то период своей жизни принадлежать, условно, к одному лагерю, а потом перебегать к другому лагерю. Или там, разочаровываться, переубеждаться, или вообще становиться аполитичными, там, отходить от всего этого. Так вот, Ежи, он выполняет важную социальную миссию в том, что он переубеждает коммунистов, потому что он предоставляет в сети, он, наверное, один из самых эрудированных и аргументированных блогеров, которые наиболее детально опровергают абсолютно большинство тезисов, которые выдвигают красные блогеры. То есть, он, грубо говоря, переубеждает коммунистов. Вот. И у тех людей, которые имеют шанс на извлечение, они могут смотреть Ежа Сармата, могут смотреть своё любимое видео в его разборе, вот, и таким образом переубеждаться. И много людей к нему подходит и прям говорят, благодарят, что вот они были, там, сторонниками условного гоблина и прочих вот этих ребят, и они переубеждаются благодаря видео Сармата. Это на самом деле удивительно. Это удивительно, да. Мне кажется, Ежи просто не смогут смотреть люди, которые... Ну, те, кто безнадёжен, да. Да, те, кто безнадёжен, а те, у кого какая-то адекватность теплится, они могут его услышать, прислушаться и прозреть. Да, потому что, ну, если хватит терпения. Потому что у него вторая логика, как и положено второй логике, психософская, она бесконечна. Поэтому ему всегда есть, что дополнительного рассказать, под каким углом показать. У него всегда хватает аргументов на абсолютно все расхожие тезисы, вот, коммунистические, которые присутствуют. Вот. Мне чисто с... Индивидуально мне интересно именно вот это вечное противостояние вот этих двух, условно говоря, точек зрения. И вот особенно интересен момент переубеждения. То есть, почему какая-то часть людей, она реально вот потенциально переубеждаема, а какая-то не переубеждаема. Мы еще работаем над этим вопросом, еще изучаем. Там есть какая-то, наверное, завязка не только на соционику, еще и на психософию. О психософии, собственно говоря. Мы пришли к выводу, что Ежи Сармат у нас кто, получается, скорее всего? Физика-логика. Физика-логика высокая. То есть, физика первая, логика вторая. То есть, логика процессионная это вообще без вариантов. Вот. Ну, и мы смотрим между... Второй и третьей. Между второй и третьей все-таки больше похоже на... Ну, тут не так забористо, как мой разбор. Ну, точнее, как разбор меня. Логику, потому что у второй логики никаких заморочек нет. Эта река, она бесконечна, и она не испытывает никаких затруднений. Магазин ковров роскошный. Стрим завел. Кстам. В том, чтобы подбирать аргументацию, в том, чтобы дискутировать, при этом подстраиваться под ситуацию и находить разумные контраргументы. То есть, вторая логика небезнадежна, она переубеждаема. То есть, она не обязательно будет именно упертой. Но если у нее есть своя позиция, она может спокойно, аргументированно и очень подробно ее доносить. Да, мне кажется, у Ежи есть ответ на любой вопрос. Можно что угодно спросить, он так прикинет и что-нибудь интересное расскажет по этому поводу. Да, ну, именно поэтому собственно его и смотрят, потому что это реально интересно. Ну, вот админ тоже стримит. Прикольно. Будет что послушать потом. Да, кстати, еще про бесконечную вторую логику. Он там чуть ли не каждый день ведет стримы часов по восемь. Понятное дело, что он не беспрерывно там что-то рассказывает, о чем-то говорит, но все равно это такая, знаете, работа как раз для процессионной логики, когда ты сидишь и все время что-то рассказываешь, все время отвечаешь на какие-то вопросы и там все время как-то жонглируешь вот этим своим мнением, чужим мнением, какими-то аргументами, фактами. Да, и на протяжении всего стрима сохраняется логическая содержательность. То есть, сохраняется смысл в том, что... Инструктор по риммингу. 100 рублей. Я вижу, у них на канале есть обзор на тебя. Ты уже смотрел на стриме? Да. А зрителям я хочу передать, что я вас ненавижу. Вы паскуды, сволочь, инцелы, капрофаги, вонючки, абрыганы, двачеры, ублюдки, выблитки. Я вас видел на сходке. Теперь понятно, почему вы смотрите маргиналы. Спасибо за 100 рублей. Идем дальше. Он говорит, и это по-прежнему как-то информационно насыщенно. Это очень интересно. Насчет низких функций по психософии, там либо третья эмоция, четвертая воля, либо он арестип. Физика, логика, воля, эмоция. Полный тожник патриарха Кирилла. Да, и Доренко. И Доренко, да. Ну, Доренко такой более страшный дядька. Страшный. Ежи не производит такого впечатления. Ну, он может быть такой более интеллигентный. Может такое впечатление производит. Вот так вот. Но это сугубо такое, субъективное впечатление. Вот. Довольно такой интересный персонаж. Рекомендуем к просмотру всем, кому интересна тема, которую он освещает. Ну и кому просто интересно посмотреть, послушать представителя второй квадры, сенсорно-логический экстраверт. Он же Жуков, он же Маршал с процессионной логикой. Вот. И довольно он прикольный. Да, друзья, и тот разбор, который вы сейчас слышали, это самое вовсе описание тех выводов, которые мы пришли. Поэтому имейте это в виду, пожалуйста, потому что надоели некоторые писать. Ну, такие все равно всегда будут. Есть люди, которые более глубоко вникают, есть те, кто не вникают и торопятся уже делать какие-то выводы. Для тех, кто хочет более подробных разборов, у нас есть, соответственно, наш профиль на Boosty. Кстати, благодарим всех наших подписчиков, которые там есть. Там публикуются более эксклюзивные видео с более глубоким погружением. Говорят, он же Жуков, он же Маршал. Ну, то есть Маршал, это имеется в виду, не звание получается. Потому что иначе это не могут быть две разные категории. Жуков-то был Маршалом, правильно? Поэтому он же Жуков, он же Маршал, это имеется в виду, что как бы разминируешь минное поле, со словами я... ...это штуки, также там видео, которые никогда ранее, или нигде ранее не публиковались, они закрыты, а там сугубо для наших студентов, кто у нас обучается на курсах. Или просто они новые, и их вообще никто не видел. Или там публикуются иногда фрагменты с наших консультаций. Для тех, кто у нас консультируется, не переживайте, никакой личной информации там нет, и даже ваших голосов там нет, там только то, что говорим мы. То есть там полностью конфиденциальность сохраняется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам Ежа Сармат, смотрели или не смотрели. Всем пока! Всем пока! Увидимся! До скорого! Так я тоже Жуков, но я Жукогам, я Жуков Гамлет. А он Жуков Маршал. По аналогии я делаю вывод, что Маршал это не звание Жукова имеется в виду, а просто ну другое имя, другая фамилия типа. МОСКОУ КОЛИНГ! Хорошо, давайте перейдем к Мэдисону. Мэдисон это король интернета, как его прозвали, мы про него вообще практически ничего не знали, то есть как-то мимо прошло, это мимо тебя прошло? Да, хотя мне там в комментах кто-то писал на канале, что там Катерина что-то про Мэдисона. Ребята, мы когда его типировали, я первый раз вообще увидела его, я знала, что такой персонаж существует. Я очень удивилась, когда его заказали на типирование, потому что мне казалось, что Мэдисон это кто-то там, когда, не знаю, года из 12-го, 11-го было что-то модное, и я очень удивилась, что в 2K19 так много людей хочет узнать тип Мэдисона. Насколько мы успели посмотреть его видео, мы смотрели его просто интервью, потому что именно интервью является хорошим источником для анализа, собственно, да? Вот, но мы еще посмотрели пару его видео, он тоже... Тут не шкила, тут наоборот, то есть это как раз таки люди, которые смотрели Мэдисона хуй знает когда, и просто не в курсе, что есть Twitch. То есть таких, кстати, очень много. То есть, опять-таки, это пласт населения, который для вас не очевиден, но это огромное количество людей, для которых Мэдисон, он просто исчез в 2012 году, и они не знают, где он. Это нихуя не шутка, серьезно, таких людей до сих пор дохуя. То есть они как бы периодически типа натыкаются на какие-то хайлайты с Twitch'а и такие... Нихуя себе. Блядь, обзоры выходят все еще. Да. Отчасти получается летсплейщик, то есть он играет в какую-нибудь игру и комментирует, и смешнялые шуточки делает при этом. Да, летсплейщик. Вот. Еще он снимал какие-то не то скетчи, не то черт знает что вместе с Хованским. С Хованским он, по-моему, что-то снимал. Сразу ли? Коллаборировались, как сейчас модно говорить. Про Шарля Деголя я читал, и то, что я читал, мне понравилось, поэтому вы правы. Вот. Шарль Деголь вполне, может быть, был из бетки. Кто-то пишет, что кому-то после смены взглядов жить легче стало. Друзья, когда вы смотрите адекватно на то, что происходит вообще в жизни и в мире, всегда легче жить. Мы социанический тип Стальгиченко. Не, на самом деле там, как бы, я думаю, пиздачей было бы, если бы они вот на следующий левел пошли, как бы, и перепутали бы его там с Ильей Сапожником или еще какой-то доисторической хуйней, которую вот реально никто не помнит. Социанический тип Стальгиченко, блядь. Стальгиченко или Арвеладзе. ...эдисона в монархии, боже упаси. Хотя, не исключено, учитывая все тенденции, что у нас сейчас блогеры плавно трансформируются в политиков, он даже Шнуров возглавил там, не возглавил партию, а его приняли в эту, в какую-то партию для имиджа. И Шнур вообще он... Да, здесь, конечно, главный пример это Шнур. Шнур все вообще, давайте другого. Да. Вот. В общем, по поводу Мэдисона мы выяснили, что это, конечно же, гамма, но не потому что, а потому что. Этиксенсорик гаммейский. Ну да. Вот, хотя его видели, мы видели теперь у него в Бальзаке, еще там в кого-то. Но все равно гамма, по-моему, там была. Ну, в основном, да, да. Причем мы смотрели его интервью с его девушкой, они там по очереди отвечали на вопросы. Ну, девушку мы не смотрели. Да, но вполне вероятно, что они там, это, дуальчики гаммейские, кстати говоря. И они же довольно давно вместе, по-моему. Я не знаю. Я этого не знаю. То касается Мэдисона, это во многом это самое, во многом будет забавно. Ну, я думаю, что наши постоянные зрители, они уже знают эту фишку, они уже такой ерунды не станут ни говорить, ни утверждать. Тут говорят, вы в Джеке его хотели. Друзья, да мы никуда его не хотели. Мы не хотели. Первый раз в жизни мы его смотрели. Правда. Что-то у вас про Мэдисона какая-то дезинформация. У вас что-то наложилось на что-то. И вы, наверное, подумали, что мы давно его протипировали. На самом деле, нет. Нам его вот недавно в этом году надонатили, заказали. Это было, наверное... Заказали нашу Машу волшебный орех. Вместе с, сука, блять, игрой. В прошлом месяце. То есть мы в прошлом месяце впервые его посмотрели. Да, и мы даже не предполагали ничего, потому что до этого мы его не видели вот вообще никогда. Я слышал, что есть какой-то Мэдисон, я слышал такое имя. Я слышал, есть у него там, ну, проект, аристократический кинематограф. Больше нихуя не слышал, короче. Никнейм такой. И что он вроде как популярен. Потому что я видел его во всяких там перечислениях известных блогеров. Кто он такой? Чем он вообще? Куда? А, я еще слышал, что ему приходилось уезжать. В новостях было. Из-за неудачной шутки про Коран. Ему начали там угрожать. Ему пришлось уехать. Это была Библия! В России, и пока не декриминализировали вот эту статью про оскорбление, вот, он это самое, он не возвращался. Шутка, это была даже не Библия, а книга о вкусной и здоровой пищи. Все, что я знаю. Ну, в общем, мы пришли к выводу, что Мэдисон этикосенсорный интроверт драйзер. Вот. И, несмотря на то, что есть стереотип, что драйзер должен быть высокоморальным, смотрите, пожалуйста, наше видео, у нас есть специальное про тайный драйзер. Стереотипа Айнренд есть? Что наполнение билоэтики может быть очень разное. Я слышал, она все спистила. Вообще, самое разнообразное. Иногда, не знаю, у каких-нибудь бальзаков и джеков будет гореть с базовой билоэтики, которая каких-нибудь очень-очень свободных взглядов. Мы не динозавры интернета и короля ютуба не знаем, да. Да, все правильно тут пишут. Ну, Мэдисон, да, он драйзер, а его девушка вполне возможно, что джек. То есть, они очень похожи, во всяком случае. Но насчет него мы уверены. Вот. И у него реально больше всего информации билоэтического характера, о его оценке себя, своего характера, своих друзей, связи с этими друзьями, а также описание характера его девушки, взаимодействия и особенности их взаимоотношений, этого больше всего. И очень много первофизно-сенсорных шуток. Да. Ну, он, в общем, он драйзер с первой физикой. Где у него там эмоции с волей, это уже сложнее сказать. Может быть, он Дюма, может быть, он Чехов. Вот. И забавно, что они зеркальщики, собственно, с Хованским. Вот. И у них там были какие-то… Я помню, у него была фраза «Я Дюма, мне мощно». Совместной корраборацией. Ну, кстати, у Мэдисона, у него может быть и логика процессионная. То есть, может быть, у него эмоция с логикой процессионная. Да. То есть, по психософии там эмоция точно процессионная, физика точно первая. Вот за остальные функции не будем ручаться. Да. Ну, самое главное, что это вот такой вот драйзер. Вот почему он король Ютуба, я не знаю. Ну, видимо, он один из первых, кто стал известен достаточно сильно. Потому что вот он же возник на рубеже вот 2010-й год, 2011-й, когда только-только начиналось это все. И когда самые первые русские блогеры брали какие-то западные форматы и делали то же самое. Ну, потому что те же самые плюс 100-500, this is хорошо. Это все было стырено у западных всяких блогеров, которые уже это сделали первые. Мэда, логика, процесс, может быть, но вот вы лучше, может, знаете, больше вы смотрели. Да, Мэдисон это, конечно, один в один, нахуй, а ВГН, блядь. То есть, ну, очевидно. Взял, спиздил образ. Мэдисон, это же типа образ, как волоказ, да, то есть, который можно взять, спиздить у американского блогера, короче, и все, пиздец. Один в один, нахуй. Вот, Ховой, Слава, КПСС, ну, там понятно, там они дождики. Это сарказм, блядь. Святое дело. Дождики. Да. Ну, и что еще? А, мы смотрели какой-то, какой-то летсплей, он там про какую-то игру с очень таким хреновым графоном, там что-то типа... Спасибо за подписку. Там было несколько сразу. Спасибо за подписку. Гелард Кринжевальд. Спасибо. Семь месяцев. И... На пляже нужно отдыхать, и он там играл за какую-то девушку. Он искал любовь. Искал любовь, там все пытался где-то то прибухнуть, то доколупаться до какого-то... Это буквально обзоры на игры с канала Мэдди Блог, если не Мэдисон Шоу. То есть... Это не самое олдовое, что можно найти, но они довольно древнее зло откопали. Я помню этот обзор про девочку на пляже. Там в начале играет песня «Saint contrefaçon», а чья это песня я не помню. Вот. Напишите, кто ее пел. Я не помню, ну, про пляж обзор, который я помню, что там... Я помню, что он имел место. Да, Бетховен. Да, напоющая, безусловно. Сёрфера. Ну, в общем, там достаточно забавные, кстати, комментарии такие прикольные. Да. Так что вот это секрет успеха на Ютубе вашего. Это сильная биоэтика и процессионная эмоция. Можно еще процессионную логику в некоторых ситуациях. Вот. Воля, наверное, бесполезна на Ютубе. Вот где-то там, не знаю, в управлении, если вы захотите пойти куда-нибудь к менеджерам или куда-то работать на такую нормальную работу из серии, там вот уже воля вам еще процессионная, пригодится, будет шикарно. Вот. А на Ютубе биоэтика, процессионная эмоция. Да. Ну, вот в прошлый раз мы, допустим, рассказывали про Купленова, который... Наполеон с четвертой волей. И вполне отлично реализовался на Ютубе. Слышь, Купленов, блядь, ты Наполеон с четвертой волей, нахуй. Прекрасно у него все. Чибисов, передай Купленову срочно. Кто там в ЛДПР, кстати, пошел? По-моему, Хованский, как раз, и пошел. Да-да-да, правильно пишите что-то. Кто там в ЛДПР пошел? Август 2020 год. Анализ личности Мэдисона. Кто в ЛДПР пошел? По-моему, Хованский. Да, что такое было. Про Купленов, да-да-да. Ого, это Мэдисон создал Мэтфм, откуда маргиналы Ежи вышли. Ничего себе. Он их это продвинул. Не может такого быть. И они выползли оттуда. Прикольно. И теперь они уже сами, давно уже самостоятельные блогеры. И причем маргинал, он для меня было удивительно узнать, что маргинал более популярен, чем Ежи Сармат тот же самый. Мэдисон тоже в ЛДПР. Во-во-во, нормально. Комментарий на Ютубе терпеть. Такой хейт жуткий выливается. Ну, насколько я успел заметить... Это проходит. Это во-первых. Во-вторых, гамма проще относится к этому. Потому что, ну, это все-таки демократы, поэтому они легче и проще воспринимают какие-то критические штуки. Ну, конечно, если человек там сам по себе очень чувствительный, то с обретением какой-то известности, конечно, ему будет сложный челлендж для него. Ну, и на Ютубе это часть игры такой общей, потому что иногда ваше видео могут дико заминусовать, но оно все равно будет очень популярным, и все его будут смотреть, минусовать. Но вот не обязательно это плохо, просто вот такая специфическая площадка, такие правила, ну и ко всему привыкаешь. Ну, гамма это такие, вот мы говорили в прошлое, что у них вот включена в их ценности вообще в повестку самой гаммийской вот этой фишки, что они очень сильно противоречивы, как квадро. То есть они постоянно являются катализатором развития, они находятся постоянно в противоречии друг с другом. Они постоянно думают... Блядь, я когда слышу квадро, мне вспоминается видео, соси глотай умней, блядь. Я хотела попробовать секс четвером, так сказать, квадро. Друга подлавливают на нестыковках, на вранье, на понтах, на ошибках, и они все время друг друга в это тыкают, и таким образом обеспечивается как бы развитие. Ну, гамма, похоже, реально задает всю динамику вообще мировую. Так, это мы поумнели только что. Мэтт Леблан 100 рублей. Мэрго, что это за сектанты христиане какие-то? Это соционика, чувак. Типа, видимо, мимо тебя прошло, хотя у нас было два стрима соционических. У нас один раз приходил Ольгерт с соционикой, у нас один раз приходила девочка с каре тоже соционикой. И я ходил на А-радио, Орешников тоже по соционике угорают. То есть соционика это тип, когда ты разделяешь всех людей на социотипы. То есть он про классификацию типов личности. То есть я особо не очень рвусь спорить с соционикой, просто потому что для меня любая психология, любая психометрия в отрыве от генетики не имеет никакого смысла. Потому что изучать надо железо, а не софт, прежде всего. Такая моя позиция. Поэтому я сторонник, прежде всего, ну из психометрии, из психометрии я наиболее положительно к IQ тестам просто отношусь. Просто ну про них наибольшее количество научной работы проделано, реплицируемой. А остальное, ну оно на уровне гипотез, в случае с соционикой, ну это просто очень и очень большая гипотеза. Когда ее начнут как-то подтверждать экспериментально, я что-то все жду не дождусь. Ванамансер, спасибо за прайм-подписку, спасибо, 8 месяцев. Вот. Да, соционика, она от юнгианства происходит, да. Юнгианство, соответственно, тоже экспериментального подтверждения подкрепления никого не имеет. То есть, в плане психометрии, ну, наиболее наукообразным является IQ, прежде всего. Да. То есть, ну и я, в принципе, почти любого долбоеба в интернете могу на тему IQ переспорить. Потому что большинство людей, которые спорят против IQ, используют предельно плохие аргументы и не читали ни одной статьи. А я читал две. Вот как на тему IQ. Вот, собственно, и все. Она практических результатов не должна давать, это такое элитарное развлечение. Ну, понимаю, но ее вписывают в психометрию, а психометрия это как бы раздел психологии и социологии, который претендует на научность. Вот. То есть, если это просто элитарное развлечение, то не надо это вписывать в психометрию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...